В рамках визита в Екатеринбургскую митрополию телеканал «Союз» посетил постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий. Владыка и редактор канала Светлана Ладина в прямом эфире провели выпуск программы «Архипастерь», посвященной вопросам семьи. На память о визите руководитель телеканала «Союз» Архимандрид Дмитрий Байбаков передал митрополиту Викентию для Ташкентской епархии образ святого семейства. Это стало уже обычаем. Впервые созданное уральским иконописцем любовью вострецовой образы с ликами Пресвятой Богородицы, младенца Христа и Иосифа Обручника, отец Дмитрий преподнес митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению два года назад. Через руки правящего архиерея такую святыню обрели уже многие храмы митрополии. А затем традиция вышла за пределы региона. Одна икона отправилась в Среднюю Азию еще в 2022 году, другой образ был передан в дар главе Чуварской митрополии нашей съемочной группой во время творческой командировки в республику. Есть изображение святого семейства и на Алтайской земле в Славгородской епархии, в Челябинской митрополии, в московском храме, где служит известный батюшка протерея Артемий Владимиров. Святыня была также передана представителям Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке. В феврале нынешнего года состоялась закладка символического камня в основании пещерного храма праведного Иосифа Обручника в Екатеринбурге. Он возводится в уже полюбившемся горожанами парке святого семейства, где есть и одноименный музей. Тогда торжественный чин возглавил митрополит Филиппопольский Нифон, представитель патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всей Руси, и глава Екатеринбургской митрополии Владыка Евгений. Гостю также был вручен образ святого семейства, а сам храмостроитель объяснил гостям торжества свою инициативу. Там, где вы несете свое служение, дорогой Владыка, святое семейство очень почитается. Я знаю, что и в Сирии, и в Ливане, и в Египте, в каждой семье, буквально на каждом месте, где только христиане присутствуют, обязательно есть образ святого семейства. И вот побывав в ваших краях и увидев вот такую любовь к святому семейству, почему-то мое сердце было тронуто, я не знаю почему. И вот вернувшись к себе домой, на уральскую землю, мне показалось, что и у нас в России нужно популяризировать, в души людей привносить вот эту любовь к святому семейству. Всего в храмы Урала и далеко за его пределы уже передано не менее двух с половиной десятков икон. И вот вновь для православных верующих среднеазиатского митрополитического округа создана еще одна святыня. Спасибо большое за такой дар, ценный дар для нашей епархии, для наших прихожан, которые приезжают, приходят в наших храмах. И благодарим за прежнюю икону, которую мы поместили в нашем кафедральном соборе в городе Ташкенте. И она там находится среди других икон, которые и святая Анна, и Божьей Матери, которая тоже помогает в семейной жизни и в рождении детей. Ну и вот эта икона тоже находится там, и люди имеют возможность прийти и помолиться Пресвятой Богородице и Богомладенцу Христу и праведного Иосифа Вручнику. Дай Бог, чтобы в семьях наших тоже была такая единство, любовь, уважение и крепость Духа. Спасибо, Господи. Благодарю вас.